Доброе утро! Из советской эстрады или из зарубежной? Ну какая советская эстрада, я вас умоляю, господа. Давайте так, Битлз, Майкл Джексон, Куин. Окей, долгое время, самое долгое время, Майкл Джексон, конечно же, занимал первую строчку, пластинка 82-го года, триллер, который вы все прекрасно знают. Триллер, у меня есть на пластинке, на виниле. Серьезно? Да. Могу продать за 7 тысяч евро. Принеси, покажи хоть как это выглядит. Майкл Джексон, конечно же, держал первое место, но совсем недавно Майкла Джексона отодвинули на второе. Кто же на первом месте, как вы думаете? Кто мог пошатнуть? Действующие или живые? Или живые? Это живой человек? Ну, конечно же, нет. Это группа? Это группа. Это группа. Наверное, это группа Битлз напрашивается. Ну, Битлз нет. Хорошо, Битлз ваш вариант и? Ну, мой вариант, ну, конечно же, не Роллинг Стоунс, но какая-то вот такая вот роковая, громковая. Роковая, да. Группа Иглз. Иглз? Иглз! Как она могла садвинуть? Иглз, как она могла. Ну, связывают... Хотел Калифорния? О, еще один любопытный момент. Все связывают, конечно же, со смертью взлет популярности Игл, со смертью фронтмена в 2016 году. Но самое примечательное, что не Хотель Калифорния, как вы все сейчас подумали, вышел на первое место. А пластинка даже не альбом, а сборник лучших хитов. Greatest Hits, 71-й, по-моему, 75-й год. И фрагмент одной из песен мы сейчас посмотрим. По-моему, это заглавная песня с этого сборника. Удивительно, но... Давайте, по-чувствуем. Давайте, давайте. Удивительно, но если каждого из нас попросить, точнее, напеть песню какого-нибудь Майкла Джексона, штук пять наберется. Да, штук пять наберется. Что касаемо группы Иглс, кроме Отель Калифорния, мало известны другие произведения. Правда, что для большинства? Для большинства, наверное, российских граждан, конечно. Сколько продано альбомов? Конечно же. 38 миллионов копий сейчас исчисляется в продаже Иглс. На самом деле, это данные, я вам говорю о тех данных, как, знаете, как говорил мой преподаватель истории в университете, я вам расскажу сейчас историю, о которой вы никогда не прочитаете в учебниках. Так вот, эти данные, это данные Американской Ассоциации Звукозаписи, и собираются они не только исчисляются продажами физических пластинок, но а также современными стриминговыми сервисами. То есть, полторы тысячи прослушиваний, это считается одна продажа физической пластинки, либо 10 скачиваний. Понятно. То есть, вполне себе справедливо. Что дальше? Дальше, ну, естественно, лидер, лидер спустился на вторую строчку, Майкл Джексон. С триллером немножко прочувствуем и вспомним. Это не он на видео сейчас, не Майкл Джексон. Майкл Джексон белый. Да. В твоем детстве он уже был белым. В моем он еще был в оригинальной версии. Обратите внимание, как классно, как всегда, поставлены танцы, режиссура клипа. Мало кто сморачивается даже сейчас. Это уже на то время, да? На то время. В 80-80-х годах. Конечно, да. Да, и пластиночка погремела. Билли Джин на этой же пластинке, да? Нет? Не помню. У меня это, по-моему, да. Я всегда удивлялся, как Майкл Джексон может так танцевать и одновременно петь еще, умудряться. Это очень нереально было. Профессионал самого высочайшего уровня. Вы смотрели концерты Майкла Джексон? Это вам не цвет настроения синий. Людей выносят из зала. Пол мокрый. Как из сеансов Чумака и Кашпировского, да? Именно так. Кстати, совсем забыл. Сегодня у Майкла Джексона день рождения. 60. Король с нами, да. На самом деле, я даже не следил за этими цифрами. Видимо, сам Джексон навеял, собственно говоря, вспомнить. Масудзук, режиссер, всех поздравил. Да, был бы 60 лет. 60 или 59? 60. 60? 60. И 59, точно? Окей, движемся дальше. Кто бы вы думали на третьем месте? Ну, я думал, что это дама. Мы говорили об этом. Лепс? Лепс? Нет, ну, это мировые продажи. Какая-то дама. Дама? Или какая-нибудь группа с женским вокалом. Да нет. Битлз, да? Все проще, проще. Мы уже называли это тысячу раз. Нет, нет. Подождите. Бенни Бенасси. Нет. Иглз. 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 Иглз с альбомом... Хотел Калифорния. Хотел Калифорния, конечно же, на третьем месте. Откуда эта Иглз взялась-то вообще? Почему Иглз? Потому что... Чего барабанщик поет? Представляете? Два вокалиста. Иглз, Хотел Калифорния на третьем месте. В Китае, смотри. Сломалась, наверное. Ну, хорошие песни, согласитесь. Да, нам хочется... Так бы слушали и слушали. Иглз вообще... Ее называли любимой песней радиодиджея. Ее диджея или просто на дискотеке можно было поставить. Потому что она идет 7 минут. По-всежнему, да. Как человек, относящийся к радиоиндустрии, скажу, Иглз звучит регулярно и в оригиналах, и в кавер-версиях. Ну, это чтобы выйти можно было, водички налить, да, в туалет. Да, ну, кавер-версии, они уже, конечно, до 3-4 минут усеченные. Ну, есть, наверное, еще четвертое место. Ну, и в этот... Конечно же, на всех свадьбах, мне кажется, Медляков тоже играет. Да, на четвертом месте Билли Джоэл. Если это вам о чем-то говорит, наверняка музыкальный фрагмент вам напомнит о творчестве Билли Джоэла. Также не альбом, а сборник лучших хитов занимает четвертую позицию самых больших продаж в мире по данным Американской ассоциации. Ну, как это? Я не знаю. Звукозаписи. Ну, как же. Вот эта песня является практически... Кто знает, в каждом фильме саундтреком. Да, где-нибудь по какой-нибудь пляжной лодочке. Слушайте, слушайте правильные радиостанции, и вы обязательно будете знакомы с творчеством Билли Джоэла. А если вы еще не знаете... Да, разума, 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 разума. Обязательно купите пластинку лучших хитов, и, возможно, Билли Джоэл уже поднимется на третье место. А это он сам? Вот это Билли Джоэл? Это Билли Джоэл. Ага. А, вот это знакомое. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и финишируем нашу девушку. Финишируем пятерочку, да, на самых больших продаж. Иглз с другой песней, с третьей. Лэд Зеппелин. Лэд Зеппелин. Лэд Зеппелин. Потяжелее. Заметьте, все лидеры в этом списке, вокалисты исключительно мужчины. Почему-то нету женщин. Да, Лэд Зеппелин, конечно же. Посмотрите, вся молодая аудитория. Вот так отдыхали ваши бабушки и дедушки. Не то, что рыбчик там сейчас, да, какой-то русский. Да, про бургер. Вот это настоящая музыка. Да ладно, не отдыхали под Кобзончика до Пугачёва. София Ротаров. Вот смотрите, вот у всех исполнителей рокового направления того времени грива вот эта, да, и чёлка обязательно, чёлка. То есть у них не сплошные волосы на всей голове, а именно вот эта вот чёлка. Зачем они делали эти чёлки? Модно, да, наверное. Да, хорошо, да. На бегутях. Ну, все исполнители группы, о которых мы сегодня поговорили, конечно же, вам знакомы. Ещё вам стал известен и рейтинг, да, вот этих вот самых продаваемых. Толь пять самых продаваемых. Спасибо большое, Вячеслав. До новых встреч в нашем эфире. Как правильно, столер или столяр? Плотник, надо отвечать. Именно так. Пойду почитать. У нас ударная рубрика на подходе. Давайте проверять знания друг друга.